Здравствуйте, дорогие зрители моего канала! С вами Татьяна Кузьмина и проект Фиберлик Реалити. Вчера я получила вот такую швабру. Видите, она у меня запакована. Сейчас вместе с вами будем распаковывать и тестировать. Я еще не знаю, насколько она хороша и как она себя покажет в деле. А у нас между тем жара на улице стоит больше 30 градусов. Мы ходим все тут потом обливаемся. На самом деле в каждой комнате у нас молотит вентилятор. Я вот сейчас в этой комнате вентилятор отключила, чтобы не было помех в кадре. Но вообще очень тяжело, тело не дышит, все мокрое. Я вот уже максимально легко оделась. Ну что, переходим к тестированию. Итак, швабра. Давайте ее встроим и посмотрим, из чего она состоит. Ручка отдельно, подошва отдельно. Так, все я вскрыла, достала. Здесь принадлежность к марке Дом Фиберлик. Вот такой у нее подвижный есть механизм, куда нужно будет прикрутить вот эту ручку. Сейчас мы этим и займемся. Так, вкручивается легко, быстро. В принципе, все вращается на все 360 градусов. Все достаточно удобно. Так, теперь для того, чтобы ее удлинить, мне нужно вот так вот раз. Просто повернула и вот так зафиксировала. Раз. Ну здесь все интуитивно понятно. То есть, смотрите, я против часовой стрелки раз так повернула, выдвинула и по часовой стрелке закрутила. Вот. Смотрите, длина швабры, ну такая длиннющая-предлиннющая. Смотрите, какая она. Вот я здесь специально поставила тазик с водой, потому что сейчас мы будем мыть пол. Я заодно и пол помою. Посмотрите, она какая длинная. Длинная, длинная, предлинная. Давайте сравним со мной. Вот я ее ставлю на пол. И она мне вот по еремную ямку. А у меня рост 157. Ну то есть, такая приличная швабрычка. Так. И смотрите, что я сейчас делаю. Сейчас я швабры поставлю в сторону. Я возьму... Ага, думаете, она стала стоять? Конечно, она грохнулась. Понятно. Я взяла тазик, налила водички и беру вот это наше универсальное средство для стен и полов. Я всегда снимаю полы, и оно у меня уже заканчивается. Но нам хватит. Прямо вот так вот выливаю. И все, все, все. Вот, представляете, закончилось у меня это средство. Пойдет в пустые баночки в обзор. Первая банка у меня после последнего обзора. Так, ну что? Мне же нужно ее снять. А снимается она тоже интуитивно понятна, я так думаю. Мне нужно нажать. Вот сюда я нажимаю. И смотрите, тынс. И ничего не происходит. И не поняла, и не раз... А, все, все, я поняла. Да, поняла. Раз, вот, нажимаешь, и она отходит. И вот это все хозяйство вынимается. И теперь смотрите, что еще в этой швабле. Она стоять-то не хочет у меня. Вот, смотрите, здесь, ну, обычная такая хлопковая, махровенькая, скажем, поверхность. Вот так это все выглядит. Сюда вот вставляется швабра сама. Мягенькая, чистенькая. Вот сейчас пока она чистая, можно, наверное, попробовать и помыть ей, протереть потолок. Потому что потом поверхность будет грязная у нее. Но не хочет стоять. Вот, смотришь, не твои. Вот. Потому что потом, если полы помыть, поверхность будет грязная. И, соответственно, потолок уже тогда не будешь, не сможешь притереть. Вот, просто я ее намочила. Это ставлю сейчас в сторону. Так, достаю мою швабру. Вставляю в эту швабру кое-что. Так, зафиксировать. Все. Вот, зафиксировала. Ну что, показать вам потолок? Давайте, сейчас покажу. Достану я до потолка? Я не знаю. Может, и достану. Так. Так. Вам видно? Как бы вам показать? Ага, вот так видно. Люстра бы не свалить еще. Знаете, я потолки стулит не мыла. О! Классно, кстати говоря. Я достаю. Видите, даже обеими руками я вожу по потолку. У меня натяжной потолок. И, в принципе, в принципе, он хорошо моется. Он хорошо моется. Удобно. Удобно. Ой, не свалить бы кое-что. Не свалить бы кое-что. Сейчас посмотрим, насколько потолок у меня грязный или чистый. О! За 8 лет я первый раз помою потолок. Представляете, 8 лет у меня потолки стоят. Так. Смотрим. Кстати говоря, не такой уж он и грязный, и вообще не грязный. Чистый он у меня. Потолочек-то чистый! Представляете? Так. Ну, давайте теперь будем мыть, наверное, пол. Потому что пол – это наиболее актуальная вещь. Вот. И всегда, конечно, пол-то грязнится не так, как потолок. Да? Если на потолке только пыль. А на полу-то может быть еще кое-что. И грязь с улицы. И кот у меня тут носится. Отлично. Видите, Павел? Вот я еще на кадр-то никогда полы не мыла. Представляете? Возможность какая. Вот. Помою полы, придерусь. Вам видно? Вам ничего не видно. Я уже от вас ушла далеко-далеко. Давайте вот так сделаем. Так. Далеко-далеко. Ой, посмотрите. А вон грязюка-то. Это тебе не потолок. Это грязюка как надо. Так. И держать надо. Нашу швамбочку, чтобы она не врухнула. Конечно, не мешало бы перчаточки одеть. Но что не сделаешь ради эксперимента? Я вчера еще и ногти же сделала новые. Вот я сегодня их обновлю. Вот. Чистенькая снова тряпочка. Снова мы ее зафиксируем. Все это легко управляется, кстати говоря. Знаете, честно говоря, я, в общем-то, довольна шваброй. Я довольна этой швабричкой. Я, конечно, не знаю, может быть и 500 с лишним рублей для нее и дорого. С другой стороны, у меня есть более дешевая швабра. Более легкая, более дешевая. И... И она не более легкая, она более дешевая, реально. И там какая-то она менее... Она какая-то хлипкая, на самом деле. А это такая легенькая, но очень удобная. Вот так даже у меня ледюка какая-то. Тушь, что ли? Я не знаю, не балл. В общем, мои дорогие. Хорошая швабра. Она мне нравится. Разводов, естественно, никаких нет. Еще бы разводы у меня были. Конечно, у меня никаких разводов нет. Все. Пол я с вами помыла. В комнате перебралась. Класс, да? Так. Ручки немножко сполоснем. Так, что я хочу сказать. Швабра мне понравилась. Вот что я хотела вам сказать. Швабра мне понравилась. И это все. И этим все сказано. Руки я свои, конечно, не поберегала. Но простите, что же сделаешь? Я ж пожертвовала ради эксперимента. Ну, смотрите, какая вся мокрая. Это вот жара, жарень. И физическая нагрузка еще. Хотя она не очень большая. Так. Ну что, давайте я сейчас вам покажу окончательный результат. Просто в другом режиме переведу камеру. И вы посмотрите на чистенький мой пол. Вон, посмотрите, как у меня все сверкает. Разводов, естественно, никаких ничего не осталось. Вот. Качество уборки я ставлю 5. Мне нравится. Классная швабра. Очень удобная, легкая. В эксплуатации оказалась. Короче, зачет. Вот такой у меня сегодня получился эксперимент. Я и пользу сделала. Убралась в доме. И швабру протестировала. И вам результат продемонстрировала. Короче, если видео вам понравилось, ставьте лайк. Если не подписаны на мой канал, подпишитесь. Не забудьте нажать на колокольчик. Если хотите пользоваться продукцией компании Фуберлик. И, как видите, у нас не только косметика и парфюмерия. А у нас огромная классная линейка из серии дом. Это чистящие моющие средства. Это различные товары для дома. Также у нас одежда, нижнее белье, бижутерия, различные аксессуары. Товары для здоровья и здорового образа жизни. Огромный ассортимент. Целый гипермаркет в наших каталогах. А у нас не один каталог. У нас их огромное множество. Потому что есть тематические каталоги по отдельным линейкам. В общем, если у вас интересна тема, как можно на всех этих товарах экономить от 20 до 26 процентов, получать огромное количество подарков, получать удовольствие, то можете пройти по активной ссылочке по данным видео и заполнить коротенькую анкету. После этого я с вами свяжусь и расскажу вам обо всем подробнее. Так что регистрируйтесь. Это действительно выгодно. И сейчас у нас классная акция, когда вы можете получить 1000 рублей в подарок просто за регистрацию. А воспользоваться ей вы можете, если сделаете заказ минимум от 2000, из которых 1000 у вас спишется вот эта подарочная. То есть по факту вы оплатите только 1000. А если захотите получить в подарок одну из парфюмерных вод, на выбор мужскую или женскую, то заказик нужно будет сделать на 2000. По факту оплатите полторы. И в следующем каталоге получите в подарок еще парфюмерную водичку. Это действительно очень интересное и выгодное предложение. И, кстати говоря, вот в этом девятом каталоге, а он у нас будет длиться три недели, вот начиная со вчерашнего дня, эта акция будет последний раз. Дальше я не знаю, что для нас приготовила компания, но 1000 рублей в подарок уже, скорее всего, что получить будет невозможно. Так что не примите и воспользуйтесь этой возможностью. А я говорю вам всем пока. Увидимся с вами в новых видео. С вами на связи была Татьяна Кузьмина.